приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поделимся самой актуальной информации на 24 января 2022 года поговорим о народном празднике поговорим о том что можно делать в этот день что ни в коем случае нельзя в этот день и обязательно обратите внимание что сегодня нельзя брать деньги в руки и ни в коем стричься также поговорим о том что еще нельзя делать в этот день и уделим внимание как всегда лунному календарю поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной и интересной информации итак друзья 24 января мы с вами будем отмечать народный праздник федосеев день в православном церковном календаре это день почтения при почтении памяти преподобных феодосеев великого и антиохейского другие названия праздника 24 января федосий весняк день федосия федосеева тепло худосей или весняк в этот день отмечает праздник елецкой иконы божьей матери в народе как мы уже сказали отмечают праздник федосе весня который получил такое название потому что в этот день обычно пробивалась первое весеннее солнышко несмотря на то что зима с морозами уже нам всем поднадоело сегодняшнему потеплению наши предки очень сильно не радовались оттепель по народным приметам могла стать причиной затяжной неустойчивой погоды хотя год на год не приходилось а бывало что 24 января ударяли такие сильные стужи что наши предки начинали волноваться за яровые потому что погода была ровной и на феодосия было принято встречать особенным образом солнце вышивальницы заранее на белых полотенце изображали красными нитками солнца а женщины которые боли были самые искусственные в работе с тестом выпекали большой круглый каравай его клали на вышитые полотенца и несли на пригорок люди верили что солнцем возрадуется такому приему и обязательно подарит хорошую погоду после каравай съедали всем силам а полотенца забирали для того чтобы утирать заболевшего человека ведь согласно народному поверью она обладала чудодейственной силой исцелять даже тяжелобольных народе считалось что во время святок во двора и дома заходит нечисть чтобы попраздновать и пошалить а после ее нужно было обязательно выгнать чтобы не вредило поэтому 24 января в день фи федосея вы метали не только пол но и углы а также потолок и окна прогнанные темные силы и не знали куда деться поэтому начинали призывать морозы которые ничего кроме болезни к сожалению не приносили так на людей нападала трясовица это дух в виде злобной женщины в черном платье которая ломала кости и суставы то бишь лихорадила наши предки знали ее благовониями или дымом от топки авина а также ходили париться сегодня в баню женщины же читали от злобной лихорадки в баню разные заговоры проводили ритуалы и даже обряды сегодня друзья по сегодня 24 января именины празднуют ага виталий владимир даниэль игнатий михаил николай осип или иосиф степан теретний федор и я мы всех поздравляем с именинами и желаем крепкого здоровья благополучия и достатка обращаю ваше внимание что рожденные 24 января вызывают у окружающих нищим несравнимое восхищение и преданность могут запросто подружиться с кем угодно причем очень быстро ведь их открытый вид и ясный взгляд располагает к себе старину даже верили что покровителем именинника этого дня будет лесной зверь былые времена бабка повитуха принимая новорожденного после купания заворачивала его в холщовую пеленку а потом и в звериную шкуру а в качестве талисмана носить людям рожденным 24 января следует жадеид или красный агат сожалению немногие знают что нельзя делать 24 января в день федосея поэтому работу нельзя делать которая связана с режущими и колющими предметами считалось что так можно солнце обидеть и она перестанет дарить тепло необходимое для созревания посевов кстати по этой же причине 24 января запрещается и резать пироги зеленью основное это было блюдо федосеева дня каждый член семейства должен был ломать руками и съедать по кусочку так чтобы ни одна крошка не упала на землю нельзя день федосея и оставаться грязным иначе лихорадка трясовница придет и длительную болезнь принесет чтобы этого не произошло нужно попариться в банке испугав нечисть сильным запахом например например добавим в воду несколько капель ароматического масла не рекомендуется 24 января и спорить потому что считаю что сведой федосий может серьезно наказать лишить спокойствия в доме на работе или спутать мысли в голове поэтому в этот день нужно держать свои эмоции под контролем не советуют народные приметы в этот день переезжать или переходить на другую работу если запрет нарушить то на новом месте не приживетесь и скоро снова вынуждены будете менять место жительства или работу не стоило 24 января по народным приметам и фотографироваться иначе фед федосий воспринимает фотографии как самолюбование и тщеславие которые являются грехом а человека нарушивший запрет может нам лечь на себя беды и печали возбраняется феодосия в день и хвастаться у хвастанов на языке болячка вскочит который не очень скоро пройдет также 24 января по народным приметам запрещалось подстригать ногти и обрезать волосы народные приметы говорят что вместе с ногтями и волосами защиту себя можно состричь что с чревато с глазами и порчами нельзя было на федосеи и давать деньги в долг иначе потом три месяца в нищете и в долгах проведете не рекомендуется в этот день поднимать из упавшей головы гребень и снова его надевать после будут головные боли мучить поэтому лучше его спрятать до следующего дня а нас завтра прочитать на дне молитву отче наш нельзя в этот праздник было и выпускать детей на улицу в пальто или в куртке и наши предки 2 4 января детвору закутывали в шубу или звериную шкуру которые отгоняли от малышей свирепствующих сегодня лихорадок трясовниц запрещено было 24 января впускать и в дом чужую кошку она за собой считалось что может принести смерть нельзя на федосея начинать и свежий хлеб кто ослушается данного запрета тот будет обманут самое ближайшее время нельзя было 24 января поворачиваться к солнцу спиной показывать на него пальцем или же плевать иначе считалось у наших предков что небесное светило обидится и наш лед летом зной который губит все живое также в этот день после захода солнца не старайтесь выносить мусор или какие-либо предметы из дома так как в результате вы можете попрощаться со своей благополучной жизни и если вы сегодня купили свежий хлеб то не следует его сегодня начинать отложите это на следующий день а вот если птица постучала клювом в окно знаете что в ближайшее время будете ждать какого-то приятного известия и также друзья два чертова января не сегодня экспериментируйте со своей внешностью потому что все перемены окажутся неудачными для вас а тем кто в эту дату подстрижет ногти на руках или ногах на протяжении трех месяцев не сможет рассчитаться ни с какими долгами далее друзья у нас с вами лунный календарь на 24 января 2022 года итак друзья по лунному календарю нас ожидает сегодня 22 лунный день убывающая луна в знаке зодиака весы поэтому в это время общения взаимодействия и принятие компромиссных решений но сегодняшний день ваш 4 января не подходит для спешки влияние весов добавляет нам медлительности и рассудительности она заставляет многократно проверять то что в чем раньше возможно не возникало сомнений это пора бесед проявление тактичности и возможность ликвидации любых конфликтов в этот день благоприятен этот день будет благоприятен для деловых встреч для обсуждения контрактов подписания договоров а также для налаживания любых отношений луна в знаке зодиака весы располагает к отдыху у воды однако выбранное место не должно быть лишено уюта и приятного музыкального фона сегодняшний день благоприятен для размышлений и принятия верных решений луна дает нам сегодня мудрость подталкивает получению новых знаний помогает находить неожиданные выходы из любых сложившихся ситуаций и сегодня убывающая луна на нас вами стареющая ущербная она связана со стихией огня и символизирует зиму поэтому в какой-то степени энергия данной данной луной на текущий месяц почти иссякла и наш организм начинает копить силы для нового лунного месяца поэтому старайтесь провести о нам бы побыть на отдыхе завершайте начатые дела что-то меняете но менять то что вы уже за планирование также возможно решение небольших проблем но они будут требовать от вас полной самоотдачи и вытягивать квадма и вас могут последние силы также будут наблюдаться эмоциональные срывы а по 100 поступки могут становиться достаточно импульсивными сегодня 24 января отличное время для того чтобы начать диету вы находитесь периоде уменьшения аппетита и быстрого снижения веса также сегодня благоприятный день для медицинских вмешательств и операций поскольку в этот день уменьшается риск кровотечения и увеличивается скорость заживления ран также сегодня благоприятный друзья будет и день для того чтобы для того чтобы провести процедуры эпиляции поскольку эпиляция а воском лазером или эпилятором ослабит корни нежелательных волосков и тем самым замедлит их рост также сегодня благоприятный день для лечения мозолей бородавок и грибка на ногах также сегодня эффективное время для лечения зубов и проведения любых стоматологических операций также обращаем ваше внимание что сегодня неблагоприятное время для полива растений а если вы хотите приобрести семена наследно этот сезон то сейчас самое благоприятное время для сбора урожая и сушки также обращаем ваше внимание что сегодня благоприятный день для мойки окон и вообще в целом сегодня благоприятный день для уборки дома также друзья обращаем ваше внимание что сейчас у нас с вами последняя четверть убывающей луны и из-за повышена уровня негативной энергии в этот день мы будем чувствовать эмоциональное напряжение нас может охватить к такое чувство что мотивация будут находиться на нуле а энергия исчерпана в этот период нежелательные и новые начинания как можно сказали луна убывающие в знаке зодиака весы поэтому в этот день приобретает важность серьезных отношений партнерство покупки обмена вы можете получить сегодня новости о каких-то юридических процессах а также можете увидеть положительную динамику развития событий вы находитесь благоприятном периоде для решения проблем в отношениях в партнерстве в дружбе а также для того чтобы украсить свой дом но старайтесь сегодня не превышать ваш бюджет во время совершения покупок также сейчас благоприятное время для того чтобы подписывать контракты соглашения и находить любые компромиссы а вот люди склонны к заболеваниям почек и мочеполовой системы должны сегодня избегать переохлаждение и пить достаточное количество жидкости в этот день рекомендуется избегать операции которые связаны с почками с уретрой мочевым пузырем венами органами осязания кожи поджелудочной железой инсулином и глюкогоном что же касательно самой стрижки волос то этот день приветствует изменения в образе очень кстати будут сходить в салон красоты вы сможете подстричься сделать новую прическу или просто подровнять секущие кончики вас все получится даже незначительные изменения заметно запу наполнит ваш образ сегодня вы можете наращивать волосы таким образом вы сможете улучшить кровообращение и питание волосяных луковиц если вы достаточно смелы то нарастите несколько цветных прядей это сделает вас моложе в глаза супруга или коллег